Всем привет! В 2022 году рост поисковой рекламы набирает небывалых оборотов и получает огромный ажиотаж. Также Google вводит ранжирование очень многих новых элементов выдачи, что делает маркетинг более сложным. А как отследить эффективность SEO, SMM и контекстной рекламы в этой связке? Меня зовут Алена Полюхович, и сегодня мы с вами научимся делать отслеживание конверсий. Конверсия – это полезное действие, которое совершается после того, как пользователь взаимодействовал с вашим рекламным каналом, будь то поиск Google, видеореклама или же просто контекстная реклама. В Рунете ошибочно называют долю пользователей, которые совершили полезное действие на вашем сайте, конверсия, однако на самом деле это не совсем верно. Долей пользователей правильно называть коэффициент конверсии. Чаще всего конверсии бывает отправка формы или же оформление заказа, однако конверсии может быть и просто просмотр страницы или же скачивание приложения, все зависит от целей вашей рекламной кампании. Существует пять наиболее распространенных типов конверсий. Это конверсия в лиды, также это конверсия просмотра видео, загрузка приложения или же каких-либо файлов, а также конверсии по кликам, ну и собственно оформление покупки или же продажи. В силу особенностей роста рекламных каналов выдачи важно не просто уметь ловить оттуда трафик, но и понять какой же канал наиболее эффективен. Ранее поисковая выдача была достаточно простой, всего лишь 10 строк выдачи и первый верхний блок это реклама и все, но такую выдачу конечно мало кто помнит. Следить за конверсиями тоже было достаточно просто, достаточно было всего лишь поставить метки и в рекламе и аналитика прекрасно различала какой это был канал трафика. Сегодня же выдача Google меняется прямо на глазах. Google внедряет все больше визуальных форматов с годами. Из свежих изменений касательно рекламы можно выделить следующие. Во-первых, это рекламный блок именно с торговой рекламой слева и сверху. В поисковой рекламе появилось больше вариантов в объявлениях самих, это и добавление промо-акций, и номера телефона, и цены, а также еще изображение в мобильной выдаче. Элементы, на которые вы можете повлиять, если у вас есть сайт с хорошим контентом и правильной микроразметкой. Блок прямого ответа на вопрос, расширенный сниппет абзац 82% по популярности среди сниппетов, также список 11% и таблица 7%. Блок People Also Ask, где гармошкой показываются связанные вопросы. Также расширенный сниппет выдачи, это звезды рейтинга, вывод информации о наличии, цены под описанием, а также быстрые ссылки. Также это может быть, например, карусель рецептов. Также появились встроенные элементы выдачи Google, на которые можно повлиять разными способами, не напрямую. Например, блок с картами, но он невозможен без локального SEO. Также видео, одно или несколько в блоке, прекрасно работает при продвижении через YouTube. Карусель Twitter, однако, сложно, если вы не знаменитость. Блок Google новостей, это просто must-have при продвижении СМИ. Варианта выдачи много, однако и работы для маркетологов стало ничуть не меньше. Это здорово для Google, однако это означает рост затрат для нас, так сказал Шон О'Коннер, главный менеджер по продажам в Эдсена. На сегодняшний день придется достаточно долго покопаться для того, чтобы выяснить, какой же канал принес больше всего продаж. Так что давайте с вами сейчас перейдем к самой настройке отслеживания расширенных конверсий. Итак, давайте представим, что у вас есть большой интернет-магазин, и ваш контекстный менеджер крутит рекламу и работает с сотнями товаров, и ему очень важно крутить каждый товар с огромной эффективностью. Но, допустим, товар продается не сразу в момент захода клиента на сайт, а, допустим, спустя неделю человек увидел рекламу, перешел на ваш сайт, посмотрел, изучил товары, и через неделю снова вернулся на ваш сайт для того, чтобы оформить все-таки заказ. И получается в таком случае, что этот клиент, он уже перестает быть контекстным клиентом и отдается в SEO-специалисту или же SMM-специалисту. Согласитесь, что это не совсем справедливо. Для того, чтобы такой обидной ситуации не происходило, у Google есть свой функционал, который помогает связать эти визиты воедино, и это расширенное отслеживание конверсий. Давайте представим, что есть зарегистрированный пользователь YouTube, который просмотрел вашу видеорекламу, перешел на сайт, создал полезное действие конверсию, и данные о нем были переданы в Google. Но Google данные не воруют, данные о конверсиях передаются зашифрованные в хешированном виде, и потом они сопоставляются с зашифрованными данными о пользователе, и сопоставляются, ну а в аккаунте, естественно, фиксируется конверсия. Расширенное отслеживание конверсий более точно фиксирует их, и позволяет лучше работать с автоматическими стратегиями в Google Ads. Теперь давайте перейдем с вами к инструкции. Итак, мы с вами переходим в настройки нашей Google аналитики, вот здесь в поле администратор, и выбираем сбор данных, и вот здесь проверяем, чтобы там, где у нас сбор данных с помощью сигнала в Google, мы перетянули ползунок вправо. Это позволит нам лучше отслеживать пользователей между разными сеансами и разными устройствами. То есть, если я открою сайт сначала на телефоне, а потом на компьютере со своими учетными данными, система поймет, что это также я, это все один и тот же человек. С помощью сигналов Google ваша аналитика будет связывать информацию о пользователях, которые посещают ваш сайт или же приложение, и предоставлять следующую информацию. Местонахождение, история поиска, история на YouTube, а также данные с партнерских сайтов Google. Статистика собирается анонимно и учитывает поведение пользователей на нескольких устройствах. Сигналы Google работают в потоках приложений, четвертый Google аналитики, и на сегодня можно изучить следующие отчеты. Это демографические данные и интересы на основе рекламных идентификатор. Но совсем в скором времени будут добавлены и другие функции. Затем не забудьте подтвердить вот здесь ниже согласие с условиями сбора пользовательских данных. Затем необходимо настроить отслеживание оффлайн-конверсий. И есть три варианта. Это расширенное отслеживание, через менеджер тегов и через идентификаторы клика. Тут может потребоваться интеграция с сайтом или же CRM-системой. Рассмотрим через расширенное отслеживание при помощи глобального тега. Так, находится это у нас уже в Google рекламе в аккаунте в настройках. Переходим в отслеживание в конверсии, попадаем в такое поле, выбираем настройки, метод отслеживания оффлайн-конверсий, выбираем расширенное отслеживание конверсий через Google менеджер тегов, просматриваем условия и нажимаем на кнопочку принять условия и нажимаем сохранить. Так, далее вы выбираете расширенное отслеживание конверсий потенциальных клиентов, у вас появляется строка настройка глобального тега. Нажимаем на кнопку настроить. У нас вот сразу вам высылается поле, чтобы мы скопировали наш тег, то есть этот код, и вставили его в самом начале тега head на каждой странице, которую нужно отслеживать. Собственно, это вам и необходимо проделать. После того, как вы это сделаете, вам необходимо будет активировать автоматический сбор данных на вашем сайте. Для этого мы с вами идем в конфигурации, вот здесь кликаем по полю и можем прочитать, что данные, которые предоставляются пользователям на вашем сайте, помогут получать более точную подробную статистику. Google использует загружаемые вами данные исключительно для предоставления вам услуг, в том числе технической поддержки. И Google не передает ваши данные другим рекламодателям. Поэтому мы ставим с вами здесь галочку добавить данные, предоставляемые пользователям с вашего сайта. И дальше мы должны выбрать, как будут добавляться данные, которые предоставляются пользователям. То есть либо автоматический сбор данных, то есть автоматически находить на странице строки, которые совпадают с шаблоном адресов электронной почты, исключить некоторые селекторы css из автоматического сбора данных. Здесь можно навести и прочитать, что некоторые разделы вашего сайта могут содержать конфиденциальную информацию, поэтому их нельзя проверять на наличие данных, которые предоставляются пользователям. Настройка вручную, то есть нам необходимо указать селектор css или переменные javascript на странице, или же код на странице, добавить на сайт код javascript, который передает данные события. Ну и после выбора, конечно же, не забываем на кнопочку нажать сохранить. Для создания конверсий через Tag Manager мы с вами переходим вот сюда в сводку, нажимаем на создать новое действие конверсия, выбираем импорт и после этого выбираем другие источники данных или CRM и отслеживание конверсий по кликам и нажимаем на кнопочку продолжить. Далее прописываем ценность и название конверсий, например, я пишу, что это потенциальный клиент, совершивший конверсию, выбираю одинаковую ценность для всех конверсий, указываю ценность этого действия, далее выбираю режим подсчета конверсий, либо каждая, либо одна, период учета конверсий по кликам выбираем и модель атрибуции строго выбираем на основе данных, рекомендую выбирать именно ее и нажимаем на кнопку создать и продолжить. И далее импортируем свои конверсии из таблицы, вот у нас есть импорт из приложения, мы оставляем и нажимаем, здесь можно выбрать еще загрузки, здесь можно поискать что-то и нажимаем готово. Их можно загрузить через множество приложений, это и таблицы excel и сделать и сервисы email рассылок, например mail chat и другие, также через интеграцию сервисов запер, также можно устроить интеграцию по API или же по загрузкам. Загрузку клиентов по оффлайн конверсиям можно сделать разовой или же через расписание, так добавляем ссылку и здесь можно выбрать нужную нам таблицу. Если вам нужно понять как их оформлять, то вот здесь вот есть шаблон, на который вы можете кликнуть и дальше вы можете выбрать на нужный вам канал, так сказать, excel например или csv или google таблицы и вам откроется пример, на котором вы можете посмотреть как должно выглядеть данное поле. Если вы работаете с google таблицами, то просто дайте доступ к этой таблице на указанную почту в вашем аккаунте. Спустя 4-6 часов вы можете загрузить данные о конверсиях, но не спешите, иначе google потратит на их обработку более чем два дня. Следующим шагом вам необходимо настроить идентификатор клика google. Особый параметр, который аналогичный UTM-метке, передается через url при клике по объявлению. Работает он в принципе также как и UTM-метка, однако google сразу безошибочно получает данные об источнике трафика и легко его идентифицирует. Для этого нужно на всех страницах вашего сайта, где есть заполняемые формы, добавить специальный код, который обеспечивает передачу идентификаторов этого идентификатора клика google в вашу систему отслеживания потенциальных клиентов. Затем на всех страницах нужно будет разместить скрипт, который помнит и сохраняет этот идентификатор клика google при переходах. Затем нужно будет просто связать сохранение этого идентификатора клика вместе с данными о клиентах и своей CRM системы. Но все это очень легко сделать через обычный google тег менеджер. Так заходим с вами в наш google менеджер тегов, выбираем теги, нажимаем создать тег, в конфигурациях тега мы выбираем пользовательский html, потом сюда мы вставляем вот этот код, который я обязательно напишу в описании к этому видео, после этого в триггерах мы выбираем все страницы, называем тег в качестве названия, даем ему такое название как сбор gslid, собственно, нажимаем сохранить и после этого отправляем в рабочую область. Ну и напоследок нужно будет настроить тег связывания конверсий, он нужен нам для корректной регистрации конверсий на основе данных по кликам, он должен быть на всех посадочных страницах куда попадает пользователь после того как кликнет по объявлению в рекламе. Тег связывания автоматически считывает данные о клике и странице и настраивается он довольно таки просто. Создаем с вами новый тег, в конфигурациях мы будем выбирать с вами связывание конверсий, то есть конфигурация тегов, так ищем связывание конверсий, выбираем в триггерах мы указываем целевые страницы или же все страницы нашего сайта. Все страницы, сохраняем и отправляем. Вот такие простые советы как улучшить конверсию на сайте, на самом деле с помощью этих шагов, если вы все это реализуете, я уверена на тысячу процентов, что конверсии у вас сразу же пойдут вверх, поэтому не пренебрегайте этим, подумайте о своем покупателе, думайте, чтобы ему было удобно, приятно возвращаться к вам в магазин снова и снова. Но если у вас остались какие-то вопросы или же вы можете дополнить этот список, обязательно пишите в комментариях, будем рады каждому вашему комментарию. Не забывайте поделиться этим видео в соцсетях, если оно было для вас полезно. Ну и конечно же вступайте в нашу телеграм-группу и подписывайтесь на наш инстаграм-аккаунт. А я желаю вам хороших продаж и до новых встреч!